Всем привет! Сегодня показываю вам еще одну программку для записи нескольких операционных систем на флешку в линуксе. Программка очень простенькая, а у меня задача была какая? Чтобы на нее можно было записать мою сборку linux minsonamon, созданную программой systembug, и в то же время, чтобы на ней была вот такая вот менюшка, что если у кого-то не получится загрузиться с уже установленного linux, чтобы был такой вот поисковичок. Вот, значит, здесь даже можно выбрать язык, вот русский есть. Нажимаем вот на эту строку enter, чтобы не соврать. Давайте попробуем здесь, по-моему, вот этот вот раздел у меня грузился. Ну вот, видите, это я на жестком диске уже нахожусь, тут, как говорится, без дураков, вот всегда можно взять, проверить. То есть, вот чем хорош поисковик операционных систем, что если ваш суд-то там не грузится, то, скажем так, в большинстве случаев удается загрузить операционную систему, там произвести необходимые настройки, вплоть до того, что вот пойти вот сюда, вот в моей сборке, значит, это дело есть, вот, настройщик меню загрузки, и там все это дело, как говорится, определить. Вот. А сейчас пока тут программа определяет все необходимые ей параметры, я имею в виду, джепартит, шерстит все разделы, там определяет, там и так далее. А вот другая программа, значит, группка стомайзер, настройщик меню. Ну вот, пожалуйста, видите, подключу Linux.WAP, подключу первый раздел с Linux, Min19, CINAMON, и в расширенном разделе подключена домашняя папочка HOME. Можно записать сразу несколько операционных систем, но это я сейчас уже зайду, как говорится, в мой Linux на жестком диске и покажу. В то же время, вот, пожалуйста, посмотрите, как она грузит мои сборки. То есть, то, что Multisystem ничего не мог сделать, а здесь, вот, пожалуйста, она берет его инсталлятор, как говорится, нажали, и сборку, созданную программой SystemBug, она практически этот образ грузит. Поэтому все изобразы, которые созданы программой SystemBug, можно, значит, записывать на флешку, хватило бы, как говорится, вам места. Вот и все. Но у меня, вот я говорю, что флешка минимальная, 4 гигабайта, на нее, значит, я записал образ на моей сборке 2,3 гига, плюс еще кладовочку там можно было сделать, я еще кладовочку, по-моему, на 600 мегабайт сделал. И плюс записал вот эту программулину поисковичок операционных систем. Вот представьте себе, скажем так, минимальные размеры, а максимум, как говорится, эффекта. А там уже поиграться и наиграться с этой программулиной вы сможете, как говорится, как вам заблагорассудится. Вот. Ну, так что я вам эту программу рекомендую. Ну, сейчас я перейду уже, я записываю своим мобильным телефончиком, чтобы вы вживую видели все эти перезагрузки, загрузки. А затем, значит, я уже вживую вам все расскажу. Вот так грузится моя сборка. В моей сборке, значит, вот Linux Mint 19 Cinema Mon. Вот нажимаете на планк. Я сделал его вот таким образом. Надо, вызвали. Вот. И начинаете установку с планка. Значит, уже готовой, как говорится, настроенной операционной системой, без проблем. Или можете прямо на флешке пользоваться ею, как живой операционной системой, без разницы. Вот. Итак, переходим к более подробному, значит, рассмотрению. Буду я все показывать уже и записывать на своем жестком диске. Так что продолжим жесткого диска. Пока. Пока. Вот здесь я нажимаю на загрузку с жесткого диска. Ну, вот у меня, чтобы попасть на мой раздел, на котором у меня находится Linux Mint 19. Вот я, как говорится, нажал уже загрузка с жесткого диска. Вот. Ну, а все остальное, значит, уже я вам расскажу, находясь на самом жестком диске. На самом жестком диске. Итак, я нахожусь на жестком диске. Вот, скачу почитать комментарии. Ну, что, вот человек пишет, что 4 месяца назад он о Linux ничего не знал. Потом смотрел там видеоролики, искал информацию. А сейчас уже спокойно, значит, ставит, как говорится, мои сборки без проблем. Ну, что, пожелаем ему, как говорится, от всего сердца всяческих успехов и удач. Мы пойдем дальше. Значит, вот, посмотрите, как выглядит программка, о которой я вам рассказывал вживую. Вот она. Тут, значит, запускается пароль. Идет аутентификация. И вот программулина выглядит таким вот образом. Флешку, когда я вставляю, она определяет ее, как SDD1. Вначале я пробовал записать поисковичок операционных систем. А потом образ, созданный систембаком, не пошло. А вот я записал образ, созданный систембаком. Да еще к нему тут предлагалось кладовочку сделать. И кладовочку к нему сделал, там, где-то на 600 мегабайт. А потом, вторым по списку, значит, у меня супергрупп менеджер, как говорится, поисковичок операционных систем, встал спокойненько. И результат вы видели в начале видеоролика. Как выглядит меню загрузки, создаваемое этой программулиной. Все, как говорится, хорошо и прекрасно. И где же это счастье находится? Вот я вам сейчас покажу. Значит, а если с моего сайта пойти, значит, на мою кладовочку, вот, крок, то прямо вот эта вот сборка Linux Minsonomon 19, вот мои сборки, да? Так, сейчас. Вот Linux Mint, Cinomon, вот 19. Так вот, тут две папочки есть. Для тех, кто находится на Винде, им достаточно скачать вот эти две программы. Эта программа делает флешки. Это, значит, чтобы не искать, это поисковичок операционных систем. Пожалуйста, ставьте, смотрите, и будет, как говорится, вам счастье. А вот для Linux, значит, вот, пожалуйста, тот же поисковичок я в папочку отложил. И вот эта программа. Дебяновский файлик. Скачивайте его. Вставите по общим правилам. И тоже будет вам счастье. И уже с него, вот этот скачанный образ, я его буквально недавно выложил. Значит, самый свежий, исправленный там. Перед этим я делал 19-й Minsonomon. Там у меня не до конца был обновлен LibreOffice. Поставил я в самую последнюю версию. Да не могу. Да не моги. Все обновлено. Виртуальную коробочку. обновил до не моги. В общем, все, что мог, пообновлял до самых последних версий. Так что, скачивайте вот этот изообраз. Ставите, значит, эту программку, если вы на Linux, если на Linux, значит, iaboot ставите. И вставите, значит, этот изообраз. ставите поисковик и затем уже по общим правилам. По программам iaboot, значит, ну, что я вам скажу. Ну, вот, я совсем недавно делал несколько видеороликов. Вот. четвертый и пятый ролики, это, значит, про то, как раз делать флешку, на которую можно установить сразу несколько операционных систем на винде. Вот парочка фенечек, там еще дополняющие ваши знания. Это все по винде. А по Linux, значит, вот, я вам показал, как эта программулина работает, но она, скажем так, настолько проста, что тут даже никакой видеообучалки не нужно. Вот только запомните, что вначале ставится первым SystemBug, вернее, образ созданной программы SystemBug, а затем, значит, ставится супер, этот бут гидрит ангидрит, короче, поисковик операционных систем. Вот таким вот образом. Итак, значит, еще один комментарий мне понравился. Кирилл Молчанов написал, что вот вы держите на своем компьютере Windows из-за программы iAbout. Но у меня стоит Windows 7 на виртуальной машине, сделал флешку, по вашей инструкции все работает. Ну, желаю вам всяческих успехов и удач. Значит, ну, хочу показать вам, значит, следующее. Значит, ну, я написал, что дело вкуса, но давайте вот, вот что посмотрим. значит, первым делом, у меня, значит, имеется файлик ОВА размером 6,6 гигабайт. Ну, как я его сделал? Я через виртуальную коробочку загрузил образ чисто десятки, ее там поднастроил, и затем я ее, значит, вот, экспорт сохранил, как файлик ОВА, а теперь она у меня, грубо говоря, загружена. Как это дело выглядит? Вот, посмотрите. Ну, и так, как видите, я запустил этот файлик ОВА, и практически могу пользоваться всеми прелестями Windows, в частности, программа iBoot, из-за которой, в принципе, я все это дело и поставил себе. Ну, поскольку сейчас вот у меня появилась вот моя программулина, которая позволяет записывать несколько операционных систем на винду, особой, скажем так, надобности мне в этом нет. А ведь винда у меня, в принципе, занимала, ну, что, 100 гигабайт я выделял ей, использовано было, там, 35 гигабайт, там, 60 свободно, и, как диск D, я еще держал под нее еще 200 гигабайт. Итого, 300 гигабайт, а теперь, в принципе, я могу это место освободить под другие свои, скажем так, личные нужды и использовать по своему усмотрению. В плане Linux, ну, что я вам скажу, ну, нормальная система, надежная, ну, лично, вот, мое предпочтение, значит, за все это время вызвали, значит, несколько Linux, Linux, которые, скажем так, ну, лично мне понравились. Я не говорю о том, что там, они вам должны нравиться, вы там, что-то свое найдете, ну, исходя из своего опыта, ну, могу вам сейчас показать, значит, так, где-то у меня тут был интересный такой вопросик, а, вот, сколько сборок сделали, столько Linux'ов перепробовали, какой больше вам нравится. Вот, я здесь их и привел. Не какой-то один, а каждый Linux мне нравился по своим, скажем так, определенным причинам. Значит, вот, Linux Mincinomon, Dpin, Arca Linux и MX17. MX17, значит, очень шустрая сборка, но они ее изначально сделали с рабочим столом X-Face. Мне нравится больше Cinamon. Dpin, очень хорошая сборочка, я, значит, последнюю ее сделал, умудрился туда воткнуть программу SystemBug и практически, сейчас скажу вам, вот, значит, нормально она грузится из-за образа и нормально работает. Ну, Arca Linux, это вот семейство Arch Linux'ов. Тоже очень достойный дистрибутив, операционная система. Вот это, скажем так, мои операционные системы, которые мне нравятся. Это не значит, что они вам должны нравиться. Вы сами подберете, сами поставите, сами попробуйте. Вот. Ну, автору, значит, за вот такой интересный вопрос, вот я ставлю тоже свое сердечко, что мне вопрос, скажем так, понравился. вот таким вот образом. Значит, ну, что я еще могу сказать? Я на эту программу, Лену, нарывался, скажем так, совершенно неожиданно, но, тем не менее, как видите, она работает. Я не проверял эту программу, там, не ставил сразу там несколько на нее там Линуксов и так далее, да на большую флешку, ставил на 4-гигабайтную флешку, сборку свою, сделанную систембаком и программулину для поиска операционных систем. Вы можете попробовать. Дальше. Значит, еще раз хочу подчеркнуть. Вот, посмотрите. еще раз, значит, чтобы потом не было, как говорится, мучительно больно. Посмотрите, значит, чтобы определиться, какой же у вас, какая у вас таблица разделов на жестком диске, всегда, значит, вот, пожалуйста, на любом дистрибутиве Линукс есть программа GP. Вот здесь в менюшке просто набираете в поисковой строке две буковки GP, и у вас она высвечивается. Вы ее запускаете и смотрите. Ну, здесь вот нужно подождать, когда он там исследует все разделы. давайте, вот, и вот смотрите, тут тоже ведь сразу не скажешь, какая таблица разделов. Поэтому нужно пойти в вид и найти информацию о системе. Вот если MS-DOS у вас, значит, ну, я тут с большой долей вероятности могу сказать, что флешка, сделанная вот в этой таблице разделов будет работать на GPT, GPT UEFI, там, на UEFI. Проверяйте сами, потом мне отпишитесь. А так, в принципе, значит, ну, что, значит, весьма полезная штука. И, вот, допустим, вот этот коммент, сейчас, подождите, я найду его. от Кирилла Молчанова. Значит, ну, что, вот я его вот так вот выделяю, иду вот сюда и вставляю, значит, вот таким вот образом. ну, единственное, что я здесь немножечко подредактирую, поубираю ненужное. вот так что, Кирилл Молчанов, ваш комментарий, значит, вишенки, если кто-то там увидит, что вы в вишенке, это значит, что ваш комментарий, я поместил в вишенку. то есть, я потихонечку там все эти комментарии собираю, кому-то это может оказаться полезным. Вот. Ну, ладно. Значит, я желаю вам всего доброго, желаю повозиться вот с этой программулиной, вот, и думаю, что вы с ней проведете немало приятного времени, и флешки ваши будут работать, и загружаться, и так далее, и тому подобное. Ну, в любом случае, пишите, потому что ваш опыт полезен, я не могу объять необъятное. На всем этом я с вами прощаюсь, желаю вам всего самого доброго, всяческих удач, успехов, и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok